Чем я сегодня занималась? Я сегодня занималась, не поверите, приготовила плов, узбекский плов. Может и похоже на узбекский, может нет, но я его так готовлю. Обычно плов подают в больших тарелках, но у меня для одной мне это хватит, достаточно. Хотела просто вам показать, какой получился, и обязательно к плову нужно подавать салат, или греческий, или обычный, просто помидоры, огурцы с луком, или капустный салат, но салат обязательно должен присутствовать при плове. Так что смотрим, как я сегодня готовила плов. Добрый день, мои дорогие! Сегодня буду готовить плов, и хочу показать, как я готовлю плов. Режем морковь соломкой. Вот так. Сейчас вот так сложим. Я так привыкла резать, уже так режу. И вот так полностью, где-то килограмм, или 900-800 грамм моркови, мы нарежем. Соломкой все нарежем, аккуратненько. Ну, вот так. Ну, все, у нас вот лук порезан полукольцами. Морковку мы порезали все соломочкой, все пока в сторону. Сейчас у меня куплен специальный рис для плова, это узбекский рис. У нас в городе есть специальный магазин, где продается вот рис, вот такое масло, для плова специально. Так что, сейчас мы откроем, и я здесь килограмм риса я буду делать на килограмм. Сейчас высыплю сюда и залью кипятком. Это, конечно, много, но я всегда готовлю на килограмм. Сейчас еще добавлю соль. Соли не жалеть, ничего страшного. Мы потом будем промывать этот рис. Но я хочу, чтобы он набух, чтобы быстренько приготовить. За час у меня приготовится плов. У меня вот кипяток. И сейчас вот так размешаем, чтобы соль. Вот, все кипятком ошпарили. И в сторону поставим, пускай набухает, пока мясо пожарится, лук, все. Еще я взяла вот нут. Он у меня вот здесь в воде. Тоже заливала горячей водой и немножко чайной соды, чтобы он был мягкий. Потом промоем и тоже добавим в плов. Все, оставляем в сторону. Это все приготовлено. Сейчас зажгем газ. Я буду делать вот с маслом золотая семечка. И буду добавлять вот такой загорьех. Ну, загорьех я где-то ложку, наверное, добавлю. Обычно в Узбекистане готовят чисто вот на таком масле. Оно очень дорогое. Но я думаю, что ни ложки две плов достаточно будет. Ну вот, масло налили. Подсолнечный грамм 200 масла. Сейчас берем вот это масло. Видите, загорь. И наливаем, ну, где-то две столовые ложки. Ну, даже если будет больше, ничего страшного. Вкуснее плов получится. Сейчас масло хорошо нагреется. И будем обжаривать сперва лук. Сперва обжарим лук. Затем будем мясо жарить. У меня мясо, не свинина, а баранина. Вот. Уже промыло. Все хорошо. Сейчас ждем. Рукой сейчас потрогаю, чтобы масло хорошо нагрелось. Обычно, когда плов готовят, стараются довести масло до такого очень сильного нагрева-то, чтобы сразу, чтобы сок не освободил лук, а он хорошо просто прожарился. Сейчас это возьмем. Тарелочку для лопатки. Нож нам уже не нужен будет. Так, лопаточку сюда. Ну, все. Я думаю, что масло нагрелось. Все, кидаю лук. И лук будем жарить очень хорошо. Затем только добавим мясо. Пускай жарится лук. Ну, все. Наш лук хорошо прожарился уже. Я почистила три большие луковицы, я забыла сказать. Три большие луковицы пожарили. Не луковицы, а три большие лука прям. Все, бросаем мясо сейчас. Мясо у меня баранина. Решила готовить с бараниной. Давно не готовила с бараниной. Тоже где-то 800 грамм мяса. Все, помешаем хорошенько. И пускай жарится. Ну, вот и мясо уже готовое. Добавим морковь. Всю морковь добавляем. Моркови много. Ну, она сядет, обжарится еще. Вот. Сейчас обжарим морковь. И у меня всегда в чайнике вот здесь кипяток, теплая вода. И зайдем потом водичкой. Ну, пускай жарится морковь хорошенько. Меньше. Ну, вот добавили морковь тоже. Обжарим морковь хорошенько. И затем добавим воды. Вода у меня всегда с чайника. Кипяток. Будем добавлять, чтобы быстрее готовился плод. Ну, все. Пускай обжаривается морковь. Потом добавим еще все специи. Все, что нужно, когда залим водичкой. Ну, посмотрите в дальнейшем, как будет. Ну, вот, залили уже морковь, все мясо залили водичкой. Сейчас нут тоже кидаем сразу, все бросаем, чтобы он тоже варился хорошо. Вот, в этом казане я всегда готовлю на килограмм риса. У меня получается полный казан. Ну, что добавляю? Сейчас добавлю лаврушки. Так. Лаврушки вот так. Зубчики чесночка. Три зубчика чесночка у меня. Так. Зыра. Вот. Видите? Ну, я думаю, столько достаточно. Сейчас мы ее хорошенько вот так протрем. Ой, какой запах. Ой, аромат божественный. Так. Ну, все. Ой, обалденный прямо. У меня есть специи для плова. Здесь у меня и барбарис, и перец. Ну, все. Сейчас тоже добавим. И еще добавим куркуму. Вот у меня куркума тоже сейчас немножко. Так, хватит. Вот. Посыпем вот так. И немножко соли. Соли много не будем, потому что у нас соленый рис будет. Так что чуть-чуть соли добавим. Ну, все. Вот у нас на медленном огне тут все сварилось. Рис мы хорошенько промыли и равномерно распределяем по казану. Стараемся равномерно, вот так. Перебирала рис. Вот так. Аккуратно рукой. Да, вот так. Потому что можно. И сейчас мы будем наливать водичку. Скажите, а как водичку определить, сколько нужно. Я буквально вот столько вот, чтобы палец был. Немножко. Потому что у нас рис уже пропарился в этом кипятке. Поэтому вот так быстренько сейчас теплую воду нальем. И включим большой огонь. Чтобы вода быстро-быстро, быстро, рис набрал воду. И затем только будем снова делать медленный огонь. Все, сейчас на быстрый огонь ставим. И вот это все. Вот так дырочки делаем. Сейчас быстро все закипит. Ну все, пускай кипит это все. Потом посмотрите, какой у нас лов получается. Ну вот у нас вода вся выкипела. Сейчас возьмем вот так, перевернем. Не мешаем, ничего не делаем. Просто переворачиваем рис, который нижний, наверх. И вот так. Еще есть вода, но ничего страшного. Она сейчас выкипется. Вот так. Я готовлю. Сейчас еще оставлю немножко. Чтобы выпарилась вода под крышкой. Все. Вот так закрываем крышкой и пускай. Ну вот наш плов вот так готовится. Мы никогда не мешаем. Вот так. Это в конце уже, когда плов будет готов, мы будем мешать. Вот так должен получиться рис рассыпчатый такой. И еще, если вы попробовали, что рис недоварен, как у меня сейчас в данной ситуации, я возьму и вот так немного, ложечку добавлю теплой водички. И вот так. И снова на пару на медленном огне ставлю под крышечкой, чтобы он на пару парился. перемешать. Ну, все, наш плов готов. Сейчас я перемешаю и покажу, какой у меня плов получился. Ну вот. Мы перемешали наш плов в конце, как я вам и сказала. Мясо у нас сварилось. Нут тоже. Ну, это как... Нут это... Ну, хат, что ли. Вот так. На рынке нут написано. А так, ну, хатма ему называется. Ну, все. Вот так будем в тарелочку. Аккуратненько так. Ну, я в маленькую. Вот такую. Кусочек мяса сверху. Посмотрите, какой у меня плов получился. Оцените, кому понравилось. Готовьте. И еще раз по порядку. Что мы делали сначала? Сначала мы обжарили лук. После этого добавили мясо, обжарили. Мясо хорошо обжарили. Потом добавили морковь. Все это тоже обжарили. Добавили кипяток. Кипяток добавили. Все это начало кипеть. Нут мы тоже туда бросили, чтобы он сварился. Добавили специи. Ну, в принципе, специи можно и перед тем, как рис кинуть. Ну, я обычно все время, а то иногда все забываю что-то бросать. В дальнейшем где-то полчаса. Да, но вы посмотрите у себя по мясу. Если мясо еще сырое, не готовое, так до полуготовности, чтобы мясо уже было. Затем только кидаем рис. Рис хорошо промыли, бросили рис. Все аккуратненько сравнили. Налили где-то на сантиметр воды. Да, где-то сантиметр, да. Чтобы сверху риса вода была. И даем кипеть на большом огне. Вот это все закипает. Рис набирает эту всю воду. Потом уменьшаем огонь. И на медленном огне все это готовится. Перед этим мы берем еще, переворачиваем вот так рис снизу, который нижний, наверх. Который верхний остается на низ. Вот так все это делаем этот прием. Затем аккуратненько сверху вот так. Ну, я не знаю даже как сказать. Обычно так. И протыкают вот с ложкой такой. Делают дырочки, чтобы везде равномерно плов приготовился. У меня, если так, где-то полтора часа готовился плов. Полчаса у меня, пока я обжарила все. Потом полчаса еще все закипело с морковью. Затем я рис бросила. И где-то, да, полчаса еще с рисом. 10 минут на сильном огне. И где-то 15-20 на медленном, чтобы рис пропарился хорошо. Так что, кому понравится, как я готовлю плов, готовьте. Подписывайтесь на наш канал. А я вам желаю здоровья, счастья. Любите себя и своих близких. Потому что, кроме самых близких, родней никого нету на этом свете. Все, до свидания. И до встречи на канале в гостях у Милы. Вот такой салатик приготовила быстренько. Помидоры, огурцы, зелень. Немножко маслицы, соевый соус, соль. И красота. Приятного аппетита. У меня к плову вот такой салатик. Ох, бастер. Ох. Ох, бастер.